Библиотекари и экскурсоводы, художники, музыканты и актеры. Свой профессиональный праздник отметили работники культуры. Накануне наградили лучших, кто трудится на этом поприще. Когда другие отдыхают, работники культуры самоотверженно трудятся, чтобы подарить нам радость. Они приоткрывают двери в мир прекрасного, учат ценить, понимать и даже создавать красоту. Сотрудники художественных школ, музеев и библиотек – это их праздник – воспитание будущих артистов. Концерты в залах ДК и под открытым небом, организация фестивалей, в том числе и благодаря работникам культуры, народные гуляния всегда по-настоящему праздничны, интересны и креативны. Оказывается, все нам по плечу, благодаря таким умелым, сильным людям, как вы, у нас все получается. Нам предстоит пройти еще интересный путь, много у нас будет еще преобразований, преобразований, которые должны пойти на благо системы культуры и системы проведения культурно-мастерных мероприятий в городе. Как я сказал, замечательные, прекрасные слова, говоря правду о музыке, что когда музыка есть, люди ее не замечают, когда ее нет, люди задыхаются. Это можно сказать об искусстве, о культуре, потому что работник культуры, знаете, это не просто профессия и не просто призвание. Здесь, как минимум, талант еще нужен. И это, на самом деле, очень почетная и прекрасная миссия. 43 награды, грамоты и благодарственные письма от президента, грамоты главы госадминистрации и городского совета народных депутатов, ордена «Трудовая слава» удостоенный заместитель директора детской школы искусств Мария Баян и заведующая научно-методическим отделом историко-краеведческого музея Зинаида Шинкаренко. Медалью «За отличие в труде» награждены сотрудники Центральной библиотеки. Елена Морос и Галина Иванченко. Преподавательский стаж Валерия Солдатенкова почти 60 лет. 48 лет в должности директора. Сначала второй музыкальной школы, потом Бендерской детской школы искусств. В числе его заслуг шесть медалей и два ордена. Сегодня бендерчанин получает нагрудный знак за заслуги перед обществом третьей степени. «Я благодарен нашему городу, потому что я здесь родился, в этом городе, много лет проработал. Хочу сказать, что все работники культуры нашего города всегда относятся с большой ответственностью ко всем поручениям, которые им и выполняют свои служебные и творческие обязанности. Город наш хорошей, лучше становится с каждым годом, это заметно, все жители города об этом говорят. И те, кто не был несколько лет, просто удивляются. Город молодеет, просто молодеет. Это здорово, это прекрасно, придает силы, хочется жить и работать еще больше». В сфере прекрасного трудятся настоящие профессионалы, искренне преданные выбранному призванию. В свою работу они вкладывают всю жизненную энергию, душу и сердце. Талант и трудолюбие работников культуры любят и ценят не только жители города и республики, но и наши соотечественники, проживающие вдали от родины. «Без чтения, без красоты, без песен, без музыки жизнь была бы очень пресной, скучной и безрадостной. И те, кто посвятил свою жизнь культуре, я считаю, это святые люди. Потому что у нас нет ни выходных, ни праздников, ни собственной личной жизни какой-то, потому что все-все посвящено культуре». И даже в свой праздник работники культуры не отдыхают. Андрей Никифоренко и Александр Фрей исполнили пульку-фантазию на аккордеонах. Также мероприятие украсили вокальные номера Анны Верниченко, Татьяны Громовой и коллектива «Овация». И слезы, и смех, и праздник, который с любовью мы дарим сегодня для всех. У-у-у-у!